Еще раз всем здравствуйте. Будем потихоньку начинать. Меня зовут Орлова Ксения. Я организатор цикла вебинаров «Анализ открытых данных для НКО», который мы, это ОНО «Информационная культура», делаем при поддержке фонда президентских грантов. Сегодня будет заключительный урок, четвертый, посвященный визуализации данных. Мы провели уже до этого три урока, посвященные, что вообще такое открытые данные, посвященные АЗАМ, работы в Excel. Также рассказали, зачем нужно структурировать и чистить данные, прежде чем их анализировать, и какие статистические методы можно применять при анализе данных. Сегодня про визуализацию данных расскажет Анастасия Уткина, преподаватель курса «Открытые данные для дата-журналистов Высшей школы экономики». Передаю слово Анастасии. Добрый день всем участникам вебинара. В очередной раз рада всех видеть. И сейчас перейду к демонстрации презентации непосредственно тому, ради чего мы здесь сегодня собрались. Итак, как Ксения сказала, наш мини-курс состоял из четырех вебинаров, где мы прошлись по основным этапам работы с открытыми данными, начиная с их поиска, верификации, очистки, предобработки, собственно, анализа. И сегодня будем говорить о визуализации данных. Все записи доступны на канале Инфокультуры в Ютубе. Что хотелось бы отметить, приступая к последнему этапу анализа данных, что при работе с данными вот эта интересная часть непосредственно анализ, визуализация, такая активная, исследовательская, она, конечно, чаще всего занимает наименьшую долю времени, а где-то 70-80% зачастую занимают первые два этапа. И приступая к анализу, нужно быть к этому готовым. Ну, а сегодня мы поговорим о картинках, о том, как использовать данные и делать их не только полезными, но и красивыми и доступными для широкой аудитории. Зачем, да? Зачем визуализировать данные и почему это неотъемлемый элемент процесса анализа данных? Потому как визуализация, она позволяет увидеть какие-то взаимосвязи, какие-то паттерны, которые невозможно увидеть, не всегда возможно увидеть даже в обработанных таблицах. То есть визуализация, как я уже сказала, позволяет оценить взаимосвязи, увидеть различия, тенденции и создать эффектный отчет, то есть представить ваши данные не только эффектно, но и эффективно, чтобы ваша аудитория вас услышала, вас поняла и сделала соответствующие выводы из вашей презентации, вашего доклада, отчета и так далее. Ну и вот пример, да, пример наглядного представления данных. Мы видим табличку достаточно простую, да, но глядя на нее, очень сложно понять вообще, что происходило с браками за последние 10 лет, да, вроде бы цифры понятны, все мы их можем прочитать, но вот какую-то картину представить из этой таблички, да, расположенной в левой части слайда сложно, да, надо подумать, что-то сопоставить, что-то посчитать, и когда мы обращаемся к диаграмме справа, построенной на этой таблице, то здесь уже задача упрощается буквально одним взглядом. Мы можем считать здесь уже некоторую информацию, ну, в частности, да, основной месседж данным графики в данной диаграмме в том, что значительный, да, значительный спад заключения браков происходит. Можем видеть, примерно на четверть сократилось, да, за последние годы. И именно для этого мы визуализируем данные. Визуализация в процессе анализа, она присутствует в двух видах. Мы анализируем, визуализируем какие-то части наших данных в процессе работы, в процессе анализа, чтобы самим понять и увидеть, есть ли в них что-то интересное, важное, полезное. И мы визуализируем данные на конечном этапе, когда уже готовимся представить результаты нашего анализа. Ну, и сейчас, да, в теоретической части нашего вебинара мы пройдемся по основным типам диаграмм, которые мы можем строить, используя простой доступный инструмент Excel. И во второй части вебинара на нескольких датасетах это все попрактикуем. Я думаю, что большинство знакомы с диаграммами Excel. Здесь есть несколько важных элементов, которые изображены вот на этой схеме. В данном случае у нас диаграмма комбинированная. Мы видим два ряда данных. Здесь отражены и две вертикальных оси. Это тоже достаточно удобный такой формат, когда нам нужно изобразить на одной плоскости, на одной диаграмме две переменные в разных шкалах. Можно использовать вспомогательную ось. Вспомогательную ось бывает также горизонтальной. Зачастую, но абсолютно не всегда при построении диаграммы требуется легенда. Ну, легенда такой тоже элемент, с ним надо быть осторожным. То есть он может как дополнить диаграмму, так ее и перегрузить. И глядя на наш график, который у нас получается, мы должны понять, достаточно ли информации в заголовке, в подписях осей, или ее недостаточно. И нам нужно еще дополнительно делать легенду. Ну, в данном случае на этой схеме легенда не нужна. Из подписей все и так понятно. Можно было выбрать либо то, либо другое. Но для цели именно напомнить об элементах диаграмм, я здесь сделала и то, и другое, чтобы вы видели. Далее. Основные типы диаграмм, которые мы можем строить с помощью Excel и многих других программ и инструментов для визуализации данных. Самый распространенный, самый универсальный. Это столбчатая диаграмма или барчарт. Удобный формат. Очень много разных данных можно отразить с помощью этой диаграммы. Ну и основные характеристики ее. Используется она для сравнения различных категорий. Отвечает на вопрос, сколько. То есть мы отражаем количество чего-либо на ней. На примере у меня приведена горизонтальная диаграмма. Но также, естественно, она может быть и вертикальной. Важное правило, что категории в нашем случае, в случае горизонтальной диаграммы отображается по вертикальной оси. В данном случае у нас население республик Северокавказского федерального округа. Значение в данном случае по горизонтальной. Если мы перевернем, то все будет наоборот. Значение – это количество человек, живущих в этих регионах. И еще один такой приятный и полезный инструмент – это кистограмма с накоплением. Ее как раз вы видите на слайде, на примере. То есть здесь мы можем отразить сразу несколько рядов данных. И мы показываем здесь, во-первых, общую численность населения каждого из субъектов. И можем визуально, даже несмотря на цифры, отстынить, что самый населенный субъект – это республика Дагестан. В Чечне примерно в два раза меньше проживает население. Ну и совсем такие небольшие по численности республики – это Карачаево-Черкесия и Инбушетия. Используя вот этот вариант гистограммы с накоплением, мы добавляем информацию. То есть здесь мы отразили не только численность населения, но и разбили его на две категории – сельское и городское. И уже можем видеть, что в Дагестане примерно посередине проходит граница, но городского населения чуть меньше, чем сельского. А в Ставропольском, например, крае городское население преобладает. Поэтому не нужно забывать о этой возможности создания гистограмм с накоплением. Они достаточно эффективно могут представлять некоторые данные. Но ошибочно иногда гистограммы или стопчатые диаграммы используются для отражения динамики какого-то показателя, непрерывного показателя. Вот этот вид диаграммы не очень подходит для таких данных. Здесь, как в последнем пункте я указала, мы делаем акцент на каких-то конкретных индивидуальных значениях. Если же мы хотим показать изменения показателя за период, то здесь лучше воспользоваться лайн-чартом или линейной диаграммой. Мы привыкли также такие диаграммы называть графиками. И вот здесь как раз таки отражаются изменения величины во времени. Можно отражать какие-то прогнозы. Также несколько линий может присутствовать, несколько рядов данных объединять на одной картинке. И используя такой тип диаграммы, мы, во-первых, можем охватывать достаточно большой период, вот когда на примере вопрос, да, текст не виден. Задает слушатель IS. Виден ли текст? Нет, не виден. Он виден ведущим вебинара. Нам виден, а вот участникам не виден. Если хотите, чтобы участники тоже видели, выберите ведущие вебинары и участники в поле «Кому». А так ведущие получают ваши письма. В данном примере лайн-чарта достаточно длительный период. Мы компактно изобразили. И анализируя, да, вот в данном случае динамику курсов доллара и евро к рублю, мы можем отчетливо увидеть, да, какие-то пики. И если мы занимаемся анализом, да, вот этих данных, начать собирать информацию, почему именно в эти даты происходили те или иные процессы. Далее. Еще один распространенный и часто применяемый вид диаграммы – пайчарт. Используется и подходит для визуализации частей целого, то есть долей. Недостатком является то, что на пайчарте можно отобразить только один ряд данных. Ну и есть такое негласное правило, что не более семи категорий, а лучше не более пяти. Потому как если вы там отразите восемь и больше различных категорий на курговой диаграмме, это будет достаточно сложно читаемо визуально и сложно восприниматься аудиторией. Как альтернатива пайчарту, да, если вам не хочется его использовать, если нужно показать части целого нескольких категорий, можно использовать нормированную гистограмму с накоплением. Здесь тот же график, да, населения Северо-Кавказского федерального округа, но только уже не в абсолютных значениях, а в относительных. Мы видим, что по горизонтальной шкале отражены проценты, и здесь мы уже можем оценить доли городского и сельского населения по каждому из представленных регионов. Еще один вид диаграммы менее распространенный из-за своих особенностей, но тоже иногда достаточно полезный, да, смотря с какой целью вы его используете. Ну, прежде всего, с помощью скатер-плота анализируют и визуализируют взаимосвязи, корреляции между двумя переменными, между двумя значениями. И здесь главная особенность, да, этого типа диаграммы, что и на горизонтальной, и на вертикальной мы закладываем перемены, то есть значения. Если в предыдущих, да, всех типах, которые мы рассматривали, на горизонтальной чаще всего была категория, а на вертикальной ее характеристики, то есть значения, то здесь и там, и там значения, и на пересечении этих значений ставится точка, да, или пузырек, пузырьковая диаграмма, я также называю точечную диаграмму. Ну, и с помощью такого типа графика мы можем ответить на вопрос, каково отношение между переменными, как они распределяются, можем увидеть вбросы. Так, секундочку. Увидеть вбросы и так далее, да. О корреляции и о вбросах мы говорили подробно на прошлом вебинаре, ну, и из приведенного на слайде сейчас примера, видно, что между курсом доллара и курсом евро по отношению к рублю есть достаточно такая плотная, положительная связь, корреляция. И мы говорили о том, что корреляция – это не причинно-следственная связь, и что, чтобы ее объяснить, нужно иметь какое-то еще... дополнительные данные какие-то. И, ну, в данном случае, да, этот график, он просто иллюстрирует пример точечной диаграммы. Не уверена, что можно найти какие-то адекватные объяснения, да, вот этой взаимосвязи. Ну, и, конечно, наверняка экономисты могут и объяснить, если зададутся такой целью. Почему этот тип диаграммы не слишком распространен? Его сложно воспринимает широкая аудитория, но он очень удобен именно не для конечного представления данных, а для визуализации в процессе самого анализа, то есть для исследователя, для аналитика, как промежуточный вариант, да, чтобы понять какие-то закономерности в данных. Ну, и в завершении презентации, да, мы хотели бы дать ссылки на другие инструменты для визуализации данных. Практически все, что мы делаем в Excel и будем сейчас делать, доступно в Google таблицах. И также есть такие приятные, простые инструменты, как Data Wrapper и Flourish. Они доступны, да, большая часть их функционала доступна бесплатно, и их возможности гораздо шире, чем возможности того же Excel. И можно строить с помощью очень интересные, разные красивые графики, интерактивные в том числе, да, которые вставляют, например, там на сайт. Но на них мы останавливаться не будем, да, на этих инструментах. Если вам будет интересно, вы посмотрите и разберетесь. Data Wrapper и Flourish, интуитивно понятные интерфейсы. Можно буквально там за час, за два разобраться. Табло – это уже такой более профессиональный инструмент для визуализаторов данных с огромным числом возможностей. Но с ним нужно, конечно, поразбираться, посидеть, потому что там интерфейс уже не для стороннего пользователя, а для людей, которые не первый раз, да, и не второй занимаются визуализацией. С теоретической частью, с презентацией я на этом завершаю. И в оставшееся время мы с вами посмотрим на примерах на какие-то фишки, какие-то построения, какие-то особенности построения диаграмм. Плиточные диаграммы согласно. Отличный вид, вот как раз-таки Flourish позволяет их строить, но в Excel, да, с средствами встроенными это не сделать. Так, начнем мы с вами с примера, да, из презентации по динамике курса доллара США и евро. Вот это сайт Банк России. Можно здесь выбрать любой период, который вас интересует. Ну, чтобы было поинтереснее, возьмем, да, достаточно длинный период с 1 августа. И в данном случае, да, чтобы тут нет встроенного инструмента для скачивания в каком-либо виде, мы просто все скопируем уже знакомым нам способом. Скопируем всю эту табличку. И ставим, да, используем специальную вставку. Без форматирования, да, чтобы у нас не вылезли какие-нибудь ошибки, какие-нибудь теги лишние, html-ные. И вот такое у нас получилось. Сейчас я быстренько удалю ненужные нам сейчас для анализа. Строки и столбцы, да, сделаны подголовки. Так, вот эти нам тоже не нужны. Вот, осталось три столбца, и мы видим, да, что есть отсутствующие значения. По каким-то причинам Центробанк не указывает в некоторых случаях, в некоторых датах курс доллара. Как мы можем поступить, мы можем поискать где-то в других источниках эти цифры. Но в данном случае мы видим, что у нас не совсем сплошной ряд, да, то есть не все даты присутствуют. Поэтому без угрызений совести можем удалить вот эти вот отсутствующие строки. Сильной погоды они нам не сделают. Вот, ну и, в общем-то, все готово для того, чтобы эти данные визуализировать. Для этого выделяем наш диапазон. Нажимаем вкладку «Вставка», и вот видим здесь на ленте раздел с диаграммами, и можем выбрать тот тип диаграммы, который нам кажется подходящим для данного набора. Ну вот выбираем график простой, да, и здесь уже у нас вот автоматически Excel что-то понял и что-то нарисовал. Но такой график, как мне кажется, не очень красивый, не очень наглядный, да, и мы сейчас его немножко улучшим. Ну, во-первых, я хочу переделать дату, да, вот в таком формате дата не очень хорошо на графике выглядит. Выделяем весь столбец с датами и, используя, да, меню с форматами, помним его, поменяем. Здесь есть устроены, да, какие-то типы дат, и мы можем выбрать, какая нам больше нравится. Ну, давайте, чтобы было сокращено, выберем вот такой вариант, да, такой образец, число и сокращенное наименование месяца. Поменяем все даты, и они автоматически поменялись у нас на диаграмме, да, то есть все, что мы меняем в таблице, все также меняется на диаграмме. А год мы его в заголовке напишем, да, чтобы выделить любой элемент диаграммы, достаточно на него щелкнуть, кликнуть, и можно его изменять. И укажем период, чтобы эта заголовка была уже совсем понятна. Ну, и здесь я бы сделала чуть-чуть поменьше. Выделяем, да, заголовок, убираем шрифт и уменьшим размер на 12. Дальше, да, мы видим, что по умолчанию Excel нам шкалу подбирает от нуля. Да, это тоже не очень хорошо в данном случае, да, потому что у нас половина графика остается пустая, половина области построения. А вот то, что нам хочется увидеть, вот эти пики и падения, они незаметны, да, вот в таком варианте. Чтобы изменить шкалу, мы на нее щелкаем, и появляется меню, да, по формату оси. И выбираем параметры и устанавливаем минимум. Давайте будем идти от 70, потому что ниже у нас нет значений. Да, вот мы уже видим, как график поменялся, как мы можем увидеть, действительно, какое-то изменение. Что еще здесь можно поменять? Еще некрасиво смотрятся вот эти вот подписи горизонтальной оси слишком часто, да, и это сбивает и выглядит некрасиво. Также мы выбираем, еще выделяем подписи горизонтальной оси, выбираем параметры и деление, да. Вот здесь у нас по умолчанию остановлено 7 и 1, да, параметры дней. Давайте попробуем сделать 12. Вот, так уже гораздо лучше. Две недели промежуток. Вот промежуток у нас будет две недели. Так, гораздо симпатичнее. Ну, и на примере вот этого графика еще одну возможность хотела бы показать, да, период у нас очень большой по дням. И вот, например, если мы хотим понять, в какой день произошел вот этот вот пик, да, курса, взлет курса, мы не можем, да, из горизонтальной оси, на горизонтальной оси увидеть дату. И здесь есть тоже такая хорошая возможность. Это добавление подписей данных. И если вы видите, что на вашем графике нужно акцентировать внимание на каком-то одном, там, двум, трех, трех значениях, то хорошо вот такие вот подписи делать. Мы ставим выделение на той точке, которую мы хотим обозначить. Мы можем выделить все точки, да, какого-то ряда, вот как я сейчас, например, делаю. А двойным щелчком можем выделить одну. Давайте начнем с этой. И если правой кнопкой нажать, можно добавить подписи данных. По умолчанию, да, он нам ставит значение. Но нам значение здесь не надо, да, значение мы так примерно видим на вертикальной оси. Мы хотим дату поставить. Для этого выбираем саму подпись. И в открывшемся меню, да, формата подписей данных переходим в параметры подписи. И здесь мы можем выбрать, да, что мы хотим включить в подписи. Сейчас у нас тут значение. Мы значение убираем. Убираем имя категории. Вот у нас появилось 29 сентября. Ну вот обозначим еще здесь дату. Дату. Ну и так же можно обозначить. Обозначить необходимые точки на верхней оси. Ну, сейчас ради экономии времени я не буду это делать. Ну и глядя на такой график, да, хотя его, конечно, можно улучшать. Ну, цель нашего вебинара сегодня не углубляться в нюансы визуализации, а именно посмотреть, как это реализуется просто и достаточно быстро в цели. Ну, вот такой график выглядит уже вполне понятно, вполне достойно. Мы обозначили пиковые точки нашего периода и можем уже какие-то выводы, какой-то анализ на основе этого графика проводить. Так, с этим графиком все. Теперь мы перейдем к другой таблице, большой, малопонятной, на которой это таблица из статистических данных Росстата. Сейчас я хочу ее вместе с вами, во-первых, почистить, преобразовать, показать на ней еще пару очень полезных и часто используемых приемов работы с данными. Ну и также показать еще несколько интересных штук, потому как можно вот такие данные визуализировать. Ну, как обычно, да, скопировав какую-то таблицу или загрузив какую-то таблицу, мы сначала исходник сохраняем, да, создаем копию на случай, если что-то пойдет не так, да, чтобы мы могли бы данные не потеряли. На отдельном листе, да, создали копию исходного листа. Далее очищаем форматы. Вот здесь еще мы можем видеть, да, что есть закрепление нескольких строк. Ну, первые пустые мы просто удалим. Ну, вот эта строка у нас по-прежнему с годами, да, по-прежнему закреплена. Конечно, это удобно, да, для того, чтобы смотреть таблицу. Но в данном случае нам этого не надо, поэтому мы закрепление снимаем. Вот во вкладке «Вид», да, есть кнопочка «Закрепить области». Мы можем с ее помощью как закреплять что-то, так и снять закрепление. Сейчас вот мы снимаем закрепление. Сейчас вопросов накопилось, я тихонечко их, быстренько их посмотрю. Так, ну, пока каких-то вопросов не вижу. Итак, таблицу, да, мы очистили формат, посмотрим, что в ней есть. В ней есть данные о населении в разрезе разных возрастных групп по годам, да, с 1926 по 2020 год. Есть обобщенные, агрегированные данные по трем категориям – моложе трудоспособного, трудоспособного, старше трудоспособного. И три категории, да, точнее, три разреза вот этих данных. Все население сначала у нас идет в одной таблице. Дальше в том числе, да, городское население и сельское население. Ну, в одном массиве вот такие данные, конечно, сравнивать нельзя, поэтому мы все население просто отсюда убираем, оставим только городское и сельское, а сумму посчитать, да, чтобы все население увидеть мы сможем и сами. Ну, можно перенести эти данные на отдельный лист, хотя мы не будем их переносить, они у нас в исходнике сохранились, мы их просто уберем. Вот, у нас осталось городское и сельское, также у нас есть тут примечания, они нам здесь не нужны, они у нас в исходнике есть. Из общей численности вот этого вот тоже нам не надо. Так, и здесь тоже уберем. Это лишние строки в том числе, да, они пустые, служебные. Вот, уже приобретает более-менее вид нашу табличка. Здесь напишем возраст. Но мы видим, что вот в этой колонке у нас есть и возраст, и категория городское или сельское. Так, конечно, нельзя, и мы хотим сделать отдельную колонку, да, где для каждого возраста будет соответствовать категория. Так-то можно сделать, да, достаточно. Можно сделать и вручную, конечно, вот это все просто скопировать. Разные, да, способы есть. Мы можем вот так вот сделать и заполнить, да, заполнением двойной щелчок вот на этот квадратик внизу. Но представьте, если у нас большая очень таблица там с тысячами строк и множество категорий, мы так не сможем автозаполнение сделать. Это будет очень долго и неприятно. Поэтому как мы можем сделать иначе, да, мы можем скопировать вот эти вот категории сюда, да, и вот сейчас прием, который очень мне нравится, очень часто помогает тоже для автозаполнения. Мы спускаемся вниз таблицы, выделяем. Выделяем наши данные, да, наши ячейки, которые мы хотим заполнить. И дальше с помощью инструмента, с помощью меню, да, найти и выделить. Выбираем выделить группу ячеек. Пустые ячейки выделяем, да, в данном случае. И вот, да, у нас заполнены две ячейки, с них выделение снялось, а в остальных осталось. Дальше в первую выделенную ячейку мы вписываем формулу, в которой указываем ссылку на ту ячейку, значением которой мы хотим заполнить вот эти наши пустые ячейки. В нашем случае это B2, городское население. И дальше, если мы нажмем просто Enter, да, то городское население у нас появится только в этой ячейке. А если мы нажмем Ctrl плюс Enter, то вот смотрите, что произойдет. Там все заполнено. Если бы у нас было ниже еще какие-то значения, еще какие-то категории, то они также автозаполнением бы запомнились. Ну и здесь мы видим, что в каждой вот этой автозаполненной ячейке не значение, а формула, которая ссылается на исходные ячейки с данными. Так нам не надо, потому что при форматировании таблицы эти все формулы слетят, и наши значения тоже слетят. Мы просто это все выделяем и вставляем, да, специальная вставка, только значения. И теперь у нас уже не формулы, а вот текстовые строковые значения. Так, ну и вот эти агрегированные данные можно тоже убрать. В принципе, в таком виде таблица уже может существовать, да, и можно ее анализировать. Но на ее примере мне хотелось бы показать еще один важный прием. На прошлом вебинаре среди советов по анализу, по предобработке таблиц мы говорили о том, что нужно кросс-таблицы преобразовывать, транспонировать в плоские таблицы. Кросс-таблицы – это таблицы, значения которых, да, ну вот в нашем случае численность населения находится на пересечении нескольких категорий, да, ну то есть вот мы смотрим 45-49 лет, городское население в 2020 году, то есть категория и здесь, и здесь. Но для цели анализа это бывает не всегда удобно, точнее обычно никогда неудобно, и рекомендуется транспонировать. Это вот такие таблицы, то есть что это значит? Чтобы каждому возрасту, каждой категории соответствовало значение в столбце год. То есть вот здесь вот появится столбец год, и все значения как бы перевернутся, да, то есть для возраста 0,4 городское население будет создано еще вот столько строк, сколько у нас лет. Как это можно сделать? Это можно сделать разными способами, даже есть функция, но функция, например, вот с такой таблицей, она не сработает, потому что это достаточно сложная таблица, и нам надо транспонировать не всю таблицу, а только ее часть, да, вот это вот значение даты. Поэтому с 2016 года, да, в Excel уже встроен такой инструмент, как Power Query, умные запросы. Если у вас более ранний Excel, то тоже можно пользоваться этим инструментом, но он там не встроен, там нужно скачать надстройку, бесплатно она скачивается, установить, и тоже все эти возможности будут доступны. Ну и вот простой Power Query – это очень мощный инструмент, с собственным языком запросов, языком программирования, и, конечно, даже малую толику его функции в рамках наших вебинаров не отхватить, не охватить, это прям целый большой курс должен быть. Но мы его посмотрим вот на примере транспонирования таблицы, так как это достаточно частая задача, и не все знают, как с ней справляться. Итак, какой у нас алгоритм действия? Вот наша таблица, которую мы хотим частично транспонировать. Я ее на всякий случай сохраню, чтобы ничего не слетело. И мы для формирования вопроса создаем новую книгу, пустую, да, новая книга. Переходим на вкладку «Данные», и здесь кнопочка «Создать запрос». Мы будем запрос делать из такой же книги Excel, вот из той, которую мы сохранили, да, где мы только что работали. Данные о численности населения по возрастам. Так, находим, где она лежит, по возрастным группам. Импортируем. Чуть-чуть он подумает, это нормально. То есть одна таблица подключается к другой. И вот он нам показывает листы, да, которые есть в нашей таблице. Нам нужен лист рабочий. Предпросмотр. А мы можем либо ее сразу загрузить, но нам ее нужно сначала преобразовать. Открывается редактор Power Query. И вот мы видим нашу табличку, с которой мы только что работали. Не прочитал он, что у нас в первой строке идут заголовки. Это важно, да, в нашем случае. Поэтому вот тут даже кнопка отдельно использует первую строку в качестве заголовка. Мы делаем. И вот заголовки перемещаются на свое место. И теперь уже можно заниматься транспонированием значений. Для этого выделим всю таблицу. И снимем выделение только с тех столбцов, которые мы не будем транспонировать. Это у нас категория возраст. С зажатой клавишей Control мы просто щелкаем на эти столбцы, и с них снимается выделение. А все остальные у нас остаются выделены. И теперь мы нажимаем кнопочку, вот здесь она располагается, отменить свертывание столбцов. Вот, все, буквально за пару секунд наша сложная задача по транспонированию таблицы решена. Вот мы видим, да, всего 4 столбца. Это уже плоская таблица. То есть, один столбец, одна категория. Возраст, категория. Здесь переименуем год. Значение. Так, у нас там численность населения. Вот. И вы видите, что категория 0,4 стала больше по количеству каждого из годов. Рассматриваем. Ну, и чтобы сохранить, мы нажимаем закрыть и загрузить. И вот Power Quarry уже нам преобразует в умную таблицу сразу, да, с таким оформлением. Если мы хотим какую-то таблицу вот таким образом автоматически, да, преобразовать, мы ее выделяем. Не здесь. Забыла, куда надо нажимать. А вот, форматировать как таблицу. И выбираем, и он нам автоматически это делает. Ну, Power Quarry нам сохраняет и так. Вот. То есть так работает этот инструмент, но нужно иметь в виду, что он будет работать так, только если у вас в таблице, которую вы транспонируете, в первой строке вот эти категории только одна категория, ну, как в нашем случае был год. Если вы туда добавите еще какую-то категорию, так инструмент не будет работать. Здесь нужно уже более сложные запросы создавать, там, программировать немножко для того, чтобы все работало как нужно. Либо скачивать платные настройки. Это тоже возможно, но Google всегда поможет, если какая-то возникла проблема. Так, это я все закрываю. Это нам не нужно. Вернемся к нашей нетранспонированной табличке. И здесь много данных, да. Давайте посмотрим, что можно с ними сделать. В Excel есть такой замечательный встроенный инструмент. Встроенный инструмент, условное форматирование, да, он на вкладке «Главное». Я почему-то думала, что на вкладке «Вид». На вкладке «Главное» находится условное форматирование. Очень классный и полезный инструмент. Буквально за два клика можно сделать визуальный анализ, который очень поможет. То есть, что делает условное форматирование? Оно наше значение по какому-то принципу, который мы выбираем, форматирует. Ну, вот, например, гистограммы. Очень красиво иногда смотрится, если большой массив особенно. Выбираем гистограммы и видим, что в каждой ячейке появился маленький график, который отображает количество, размер значения в этой ячейке по отношению ко всем остальным значениям нашего массива. Можно как угодно нашу гистограмму выбирать любое оформление. Еще более наглядно – это цветовые шкалы. Вот мы применяем… Так, нет, давайте сначала отменим гистограммы. Теперь цветовые шкалы сделаем. Вот. И здесь вообще прямо идеально. Мы видим, что от красного, ну, такого не очень яркого красного, переходит у нас значение в темно-синий. И вот, исходя из нашей таблицы, можем видеть, да, что первые годы наши, 26-й, 39-й преобладает сельское население, да, в возрастных группах от 0 до 44 лет, да, а городского населения совсем немного. И резко меняется ситуация, начиная с 59-го года. Красный цвет весь уходит вниз, да, то есть сельское население все сокращается и сокращается, особенно старшее. Хотя самые старики вот от 70 лет, да, смотрите, более как бы крепкие, и не очень красивое слово, но отражает живучее. А городское население становится все более синим-синим, и мы видим, как возраст у нас меняется, да. Если вот 59-е, 89-е еще такое у молодых, да, достаточно большое, то вот оно прям волной смещается в сторону среднего и старшего возраста. Вот это вот распределение. Вот, так интересно можно посмотреть с помощью самого простого инструмента. Да, согласна, с помощью условного форматирования можно делать вполне плиточные диаграммы. Возможности Excel безграничны. Мы с вами сейчас говорим об основах. Так. Ну, еще одно условное форматирование. Посмотрим. Вот правила отбора, да, здесь тоже. Или правила выделения ячеек, но здесь менее интересно, да. Вы можете видеть больше, меньше, между, равно и так далее. Например, мы можем выделить те яченьки, значения которых выше среднего. Выбрать там, да, допустим, цвет. Вот. Выше среднего тоже, да, заметного даже более наглядно, чем в предыдущем варианте, что вот этот период начальный наш с вами, это выше среднего сельское население, а потом и уже навсегда городское. Достаточно показательно. И последнее, что здесь с условным форматированием я вам покажу, это значки. То есть, если у нас есть там одно или несколько значений, которые мы хотим прям вот выделить, и чтобы все поняли, что это значение важно, и на него нужно обратить внимание. Мы можем выбрать какой-то значок, да, из предложенных, и поставить прям в конкретной ячейке. Но можем его все, конечно, тоже поставить, но это не очень хорошо выглядит. Вот, например, вот так вот. Не слишком рябу. Вот. Это что касается условного форматирования. Так, и еще один классный инструмент Excel, который, последний, да, инструмент, который я хотела бы вам сегодня показать, это Sparkline. Но для этого, для Sparkline, я заранее подготовила таблицу. Это тоже данные Росстата, расходы на науку, на гражданскую науку всего, на фундаментальные, на прикладные исследования. Временной ряд я сократила до пяти лет, потому как Sparkline, они большие периоды, ну, на них отразить невозможно. Можно, конечно, но это будет очень ненаглядно, поэтому Sparkline можно использовать, если это у вас не очень большой ряд значений. Тогда это будет оправдано. Так, мы с вами перевходим во вкладку «Вставка», там же, где у нас были диаграммы. Выбираем ячейку. Ну, вот в данном случае, да, я хочу здесь сделать Sparkline. Sparkline – это диаграмма, встроенная в ячейку. И вот в Excel 2016 видим отдельную менюшку со Sparkline. И выберем для начала график. Нужно указать диапазон данных, который мы хотим визуализировать. Нажимаем «Ок» и видим вот такую вот историю. такую линию, которая нам что-то уже показывает, что вроде как сначала в какой-то период расходы на науку федерального бюджета резко упали, а потом начали резко расти. Ну, тут нам не очень, да, понятно вот из такого формата. Поэтому с помощью меню «Оси» мы можем изменить тип «Оси». Вот здесь подходит, по-моему, тип «Оси дат». Укажите диапазон «Дат». Вот мы указываем диапазон «Дат». Что-то не так указало. Так, сейчас еще. Окей. А, еще точки надо поставить. Наверное, сейчас. Маркер. Так, ну, в принципе, да, с точками уже понятнее. Нужно, конечно, тут поиграть со значениями и что-то поулучшать. Ну, я думаю, и так понятно, да, здесь мы уже на нашем спарклайне обозначили точками наши года. Да, и можно видеть, да, что с 2015-2017 почти в два раза идет падение, да. И дальше рост. И просто скопировав, да, формулу со спарклайном во все ячейки нашего датасета, мы такие же графики делаем для каждого из категорий, да, фундаментальные исследования, прикладные, научные исследования. Есть и другие типы спарклайнов. Вот попробуем гистограмм. Опять-таки выбираем гиапазон. Вот, здесь уже понятнее, да, для нашего случая, нашего датасета. Можно видеть, да, падение и снова, да, взлет и даже немножко рост по сравнению с начальным периодом нашего датасета. И вот интересно получилось с разрезом фундаментальные прикладные исследования. Видим, что в последние годы растут именно затраты государства на фундаментальные исследования, а прикладным стало уделяться чуть меньше внимания, чем пять лет назад. Вот. Ну, есть еще, да, третий тип спарклайна. Давайте мы его на всякий случай посмотрим. Но для этих данных он не подойдет. Он хорошо подходит, если у нас есть какие-то отрицательные значения, и он прямо их будет показывать красиво. У нас же, да, вот так, просто квадратики. А если бы были отрицательные значения, то мы бы получили внизу, да, какие-то значения. И еще, да, спарклайн, так как элемент очень маленький, ну, во-первых, на нем много данных сложно отразить. Ну, конечно, бывает исключение, большой ряд. Но здесь нужно очень четко расставлять акценты. То есть на что мы хотим обратить внимание? Шкалы нет, никаких подписей, данных нет. И чтобы это было понятно, можно расставить акценты. Вот здесь вот в менюшке показать. А вот, например, для гистограммы максимальная точка, да. Вот мы показываем, когда максимум был расходов, какое время для каждой из наших категорий. Вот. Ну, в принципе, на этом у меня все. На сегодня и, в принципе, да, в нашем вебинаре. Если у кого-то остались вопросы, я готова на них ответить. И благодарю всех за внимание. Да, давайте подождаем немножко вопросов, если они будут. Спасибо, Анастасия, за такой интересный вебинар. Очень захотелось потестировать условное форматирование спарклайна. Тоже. Вот. Новые возможности Excel для меня тоже открылись, что очень приятно. Я бы хотела всех призвать следить за нашими обновлениями. У нас еще будет несколько циклов вебинаров в январе-феврале. Мы еще поговорим с вами о том, как составлять вопросы правильно, чтобы текстом не искажать ответы, не манипулировать вопросами, в общем, не моделировать заранее ответы респондентов. Как дизайнить гайды качественных глубинных интервью. На что еще обратить внимание при анализе данных, чтобы избежать манипуляций. Что такое ложные корреляции. Как верифицировать данные, валидировать результаты исследований. Также мы поговорим еще чуть-чуть подробнее про визуализацию данных. И совсем проконечный этап упаковки нашего исследования. Это как его продвигать. Так что оставайтесь с нами на связи. Следите за нашими анонсами. Сейчас я пришлю ссылочку в чат. И еще, наверное, я сделаю преданонс, что у нас запускается конкурс исследований некоммерческих организаций. Вы, наверное, первые, кто об этом узнает. Поэтому, если у вас есть свои какие-то исследования, наработки, достаточно даже просто каких-то текстов, знакомьтесь с нашим конкурсом, присылайте нам. И мы поможем вам, те, кто победят, мы поможем упаковать эти результаты в цифровом виде. Возможно, поможем с визуализациями. Поможем сделать какой-то полноценный медиапродукт. Ждем ваших заявок. Оставайтесь на связи. С наступающим всех Новым годом. И до новых встреч. Всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok